Всем привет! В последний год многим стало очевидно, что воздушная система охлаждения процессоров или видеокарт с трудом справляется с поставленными задачами в high-end сегменте. В частности я говорю про недавно вышедшие процессоры Skylake X, от которых на воздушном охлаждении не получить заявленных частот в режиме турбобуста, а про разгон на воздухе можно вообще забыть. И это внуждает владельцев новых платформ использовать системы жидкостного охлаждения. Но здесь все не так уж и просто, так как широко распространенные в последнее время заводские водянки не вытягивают разгон и хватает только на заявленные частоты турбобуста, а для разгона понадобится уже серьезная кастомная водянка. Про кастомные водянки я расскажу в будущих видео, а в этом видео я расскажу не только про те вещи, на которые необходимо обращать внимание при выборе заводской водянки, но и про те недостатки, которыми обладает 90% продукции на рынке заводских СЖО. Почему я сказал, что порядка 90% водянок имеет недостатки? А дело в том, что больше половины из них делаются на одном заводе, а другая половина делается по образу и подобию, и только около 50% заводских водянок отличается от общей массы. Ну а теперь конкретнее про вещи, на которые нужно обращать внимание. Первое, это наличие специального отверстия для обслуживания водянки. Эти отверстия необходимы для дозаправки жидкостей, так как в процессе работы часть жидкости испаряется из системы. Необслуживаемым водянкам тоже можно провести сервис, но задача сложнее в разы и требует профессиональных навыков, к тому же иногда это чревато потерей гарантии. Следующий момент, требующий внимания, это качество используемых материалов, если будет подобрана некачественные или неправильные материалы, то со временем ее эффективность будет падать, так как со временем в жидкости начинают курсировать по системе и оседать в водоблоке различные мелкие элементы, а также в ней может начаться процесс гальванической коррозии. Примерно у 90% заводских водянок в систему установлены радиаторы из алюминия, а это означает, что их коэффициент теплопередачи в два раза ниже, чем у метных радиаторов, а соответственно в два раза хуже отводится тепло из системы. Третий момент, это размеры радиаторов. Здесь многое индивидуально, так как размеры радиатора должны соответствовать корпусу и его приспособленности к таким системам. Когда я говорю про размеры радиаторов, то имею в виду сразу два параметра, это количество и размеры секций, чем больше, тем лучше. Четвертый момент, это компоновка элементов системы. Дело в том, что по правилам построения СЖО, помпа должна находиться в общем контуре после радиатора. Это необходимо для того, чтобы помпа не перегревалась. Хоть данные помпы и приспособлены к более высоким температурам, чем аквариумные, но все равно высокие температуры оказывают свое негативное влияние на работу и срок службы. Так вот, у 95% заводских водянок помпа совмещена с водоблоком, в результате чего происходит дополнительный нагрев помпы. В некоторых своих видео я говорил, что не люблю гибридные системы охлаждения у видеокарт, наподобие тех, что делают MSI или DVGA и иногда Gigabyte. И это как раз по тем же причинам, которые я перечислил выше. Также радиаторы из алюминия, помпы находятся на водоблоке и они не обслуживаемые. К тому же я считаю, что односекционных радиаторов для топовых видеокарт маловато. Ну а теперь я порекомендую вам лично от себя некоторые модели. Водянки от фирмы Alphacool серии Ace Buyer. Да, вы сразу замечаете, что здесь совмещены помпа и водоблок. Но вот за продукцию компании Alphacool я уверен, да и помпа специально разработанная для такого форм-фактора. А из достоинств все остальное. Медный радиатор, стандартные фитинги от кастерных водянок, герметичное технологическое отверстие для добавления жидкости. А также возможность подключения в общий контур к видеокарте с водоблоком. Вторая водянка, которую я могу порекомендовать, а точнее водянки, это системы серии Silent Loop от фирмы Bequiet. У них аналогичный недостаток. Помпа совмещена с водоблоком. Достоинства тоже аналогичные. И даже есть одно дополнительное. Это удобное отверстие для долива жидкости в систему. Следующие водянки, это водянки серии Kelvin от компании Fractal Design. Они являются копиями водянок от фирмы Bequiet, но с одним небольшим недостатком. Рамка радиатора стальная, а не латунная, как это обычно принято у медных радиаторов. Но больше мне нравятся водянки от компании Swift Edge. Так у них отсутствуют недостатки в принципе. Помпа и резервуар совмещены с радиатором. Все компоненты можно использовать в кастомных водянках. Свободно менять или дополнять систему. И по моему личному мнению на этих четырех вариантах выбор качественных заводских водянок заканчивается. А все остальные просто имеют ряд недостатков и вы уже сами решаете важны они для вас или нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok